У Геннадия Головкина и Гонсалеса это 74 победы, 65 нокаутов. У Геннадия Головкина даже вот этот процент выше, чем у Гонсалеса. У него на сегодняшний день 90,63. Вилли Монроу-младший на ваших экранах, друзья, движется к рингу. Он первым выходит, поскольку он претендент на чемпионские пояса, которыми владеет Геннадий Головкин. И сейчас мы будем с вами смотреть вот этот очень интересный бой за звание чемпиона мира в среднем весе. Вилли Монроу. Джуниор-младший против Triple G Геннадия Геннадьевича Головкина. 28 лет. Вилли Монроу. Он представляет США. А вот и великий и ужасный Геннадий Головкин на ваших экранах. Боксер, который пользуется огромной популярностью, но вместе с тем огромным уважением. Вот в боксерском мире не только у болельщиков, но и у коллег. Вы знаете, человек, который, ну, всегда ведет себя сдержанно, всегда является таким джентльменом, что ли, и в ринге, и вне его. Очень доброжелателен, очень улыбчив, очень позитивен во всех своих проявлениях. И поэтому такая сумасшедшая популярность во всем мире. Ну и у нас в стране, я уже не говорю о Казахстане, но вообще на всем постсоветском пространстве. Да, слова Геннадия уже стали, ну, скажем так, популярными и часто используемыми. Он перед своими поединками говорит, что я хочу подарить людям драму, подарить шоу. И перед этим боем можно часто увидеть, как в различных соцсетях повторяют фразу Головкина «Биг драма шоу». Я думаю, даже переводить не нужно, что это означает. И каждый раз Геннадий, обещая нам красивое зрелище, каждый раз он это, собственно, и делает. Он держит свое слово перед болельщиками. И поэтому болельщики отвечают ему своей любовью и своим признанием. Сейчас на арене форум Инглвуд, штат Калифорния, это пригород Лос-Анджелеса, 12 600 зрителей. Арена практически заполнена до отказа. Да, вы это видите, друзья, сами. Свободных мест в зале нет. Все готово. К началу. Вот сейчас там на канале HBO пройдет интервью. Лэмпли дает его телезрителям. И Вилли Монро движется к рингу. Вилли Монро, 28 лет, 20 боев профессиональных провел в ринге, 19 раз выиграл. Правда, всего лишь 6 раз нокаутом. Проиграл один раз. Он, в общем-то, тоже из такой семьи. Монро, во-первых, ну вы поняли, да, Вилли Монро младше, значит, отец у него был тоже довольно известным боксером. Известный боксер у него, очень известный боксер и дядя. Он, вернее, внучатый племянник Вилли Монро, который в свое время прославился тем, что нанес поражение никому, либо никому-то, а самому Марвину Хаглеру. Правда, после этого два раза тому же Хаглеру проиграл. Да, Хаглер его потом дважды нокаутировал, но все же это, в общем, серьезное достижение. Я думаю, все вы знаете, кто такой Марвин Хаглер. Это один из сильнейших средневесов в истории профессионального бокса. Мой любимый боксер. Сознаюсь. Сейчас, кстати, живет не в США, а живет в Италии. Прекрасно устроился. Тоже такой джентльмен был в ринге, вне его, как Геннадий Головкин. Вот он, Вилли Монро. 175 сантиметров рост. 178, простите. Ну, примерно одного роста. Одного, да, роста на сантиметр он ниже, по официальным данным Геннадия Головкина. Вы слышите реакцию зала. В этот зал входит Геннадий Геннадьевич Головкин. Трипл-Джи. Боксер из Казахстана. Серебряный призер Олимпийских игр. Тогда в Афинах он уступил нашему Гадарбеку Гайдарбекову в финале. Но Гайдарбеков на профессиональный ринг не пошел. Закончил после Олимпиады свою боксерскую карьеру. А Геннадий Головкин стал профессионалом и стал блестящим профессионалом. 32 боя, 32 победы, 29 побед досрочных. Представьте себе, друзья. 140 раундов, проведенных в ринге. И 90,63% из этих раундов досрочной победы. Сумасшедшие цифры, конечно. Борельщик Геннадия Головкина. Под музыку это уже традиционная White Stripes, Seven Nation Army. Эта музыка уже у фанатов бокса ассоциируется именно с выходом Triple G. Геннадий Головкин обладает поясами WBA Super. Собственно, этот пояс и главный в сегодняшнем поединке. Также у него есть пояс временного чемпиона WBC. Но этот пояс, он выносит его в ринг, но он разыгран сегодня не будет, поскольку Вилли Монро отказался от процедуры взвешения по правилам Всемирного боксерского совета. Это должно происходить за месяц и потом за 10 дней до начала поединка. Боксер должен укладываться в определенные рамки, но не в сам лимит веса, но в определенные рамки. Вилли Монро от этого отказался. Соответственно, этот пояс WBC, на него он сегодня уже не претендует. Претендует на главный WBA Super, которым владеет Геннадий Головкин. Ну а на взвешивании, правда, то, что Монро отказался от взвешиваний за 30 дней, за неделю до боя, это не значит, что он не уложился в вес в итоге за сутки до боя. Он это сделал успешно и оба боксера это сделали успешно. Монро показал ровно 160 фунтов, 72,6, Головкин на 1 фунт меньше, 159. А на поединок телеканал HBO по традиции проводит взвешивание перед тем, как боксер выходит на ринг. Вес Геннадия Головкина составляет 170 фунтов, это 77,1 килограмма. Ну а Вилли Монро оказался чуть тяжелее, его вес 78 килограммов. Вы представляете, за сутки, да, сколько набрали ребята, почти 5 килограммов прибавил к лимиту Геннадий Головкин. А соперники того больше. Ну это нормально, в пределах от 3 до 5 килограммов набор веса за сутки до боя, это абсолютно нормальные показатели в современном профессиональном боксе. В этом году и тот, и другой уже провели по одному бою. В январе выходил в ринг Монро, победил хорошо известного Брайана Веру в 10-раундовом бою по очкам. Ну а Геннадий Головкин нокаутировал в 11-м раунде в феврале месяце Мартина Мюрре. Мы этот бой смотрели на нашем канале, друзья. Великолепное настроение Геннадий. Улыбка, как правило, не сходит у него с лица. Задумчив соперник, но он представляет, конечно, против кого он вышел в риг сегодня. Президент Хилберто Мендоза, интернациональной боксинговой организации, президент Эд Левин, и на капе три пруджи мы видим. У Геннадия, боковые судьи, Невада, Калифорния, Нью-Джерси. Ну вот этот рефери, который будет судить бой в ринге. Все готово к началу 12-раундного чемпионского поединка. Сейчас Макл Баффер скажет свою знаменитую фразу. Знакомят с техническими данными, с победами, поражениями. Вилли Монро, младший. Конечно, ни в какой сравнении. Не идут эти цифры, которые за плечами у Геннадия Головкина. По прозвищу Мангуст. Левша. Ну и вот, вы слышите зрителей реакцию на объявление Геннадия Головкина. Я не сомневаюсь, что здесь очень много будет болельщиков из Казахстана. Его фан-клуб ездит везде. Бывает на всех боях на Геннадия. Вот пояса Геннадия за ним высоко подняты. Геннадия Головкина. Геннадия Головкина. Эстеблишер, боксерский. Прекрасно чувствует себя здесь. Выучил английский язык. До этого жил в Германии, сейчас перебрался в Калифорнию, дает интервью, общается с прессой, с телевидением, никаких проблем, отсюда и популярность, отсюда и любовь зрителя. Чемпионский бой в среднем весе, друзья, главный пояс сегодняшнего поединка, супер чемпионский пояс по версии WBA, Геннадий Головкин, Вилли Монро младший, первый раунд. Вилли Монро в стойке левши находится, он парень довольно быстрый, много двигается, кстати, у Вилли Монро кубинские корни, и это в некоторой степени отражается на его стиле, подвижность, скорость. Ну а Геннадий это боксер, который идет вперед, прессингует и наносит свои тяжелые силовые удары. И он очень здорово лишает всех своих соперников пространства ринга. Вот вы сказали, что Вилли Монро хорошо двигается. Посмотрим, насколько ограничить вот это его движение Геннадий Головкин. Ну а мы видим, как уже пристреливается левым крюком Геннадий в тот момент, когда Монро смещается вправо. Монро, поскольку левша, он заступает за переднюю ногу. Справа хороший удар Геннадия. Не сомневаюсь, Монро почувствовал это попадание. Каждое попадание Головкино чувствуется. Оно пробирает буквально. Вилли Монро победитель турнира боксино в среднем весе. Этот турнир, организованный каналом ESPN, состоялся в прошлом году. Монро прошел весь его. Слева неплохо встречает Монро. Ну, таким легким выпадом. До этого пропустил два довольно серьезных удара. Вот еще одно попадание мы видим в исполнении Геннадия. Ну, у Монро, по сути, нет удара, если можно так сказать. У него 19 побед, 6 нокаутов всего лишь. Вместе с ним. Кстати, одно поражение... Очередное попадание. Да, я хотел сказать, что одно поражение у Вилли Монро, и оно от Дарнелла Буна, от человека, который очень хорошо известен таким преданным фанатам бокса. Дарнелл Бун в свое время нокаутировал Адониса Стивенсона, отправил в нокдаун Сергея Ковалева, отправил в нокдаун Андре Уорда. В общем, боксер довольно недооцененный. Справа попадает Геннадий и пытается отвечать быстрой комбинацией Вилли Монро. Одновременно сейчас попали оба боксера. Геннадий пока не вкладывается. Но уже очень много ударов нанес. Монро пропустил вот за этот первый раунд ударов 8-10. Которые точно легли в цель. И это начнет сказываться очень скоро. Зрители довольны. Вы слышите реакцию зала. Сергей Ковалев. Он не мог пропустить этот бой. Эдис Климас рядом с ним, слева, в очках, его менеджер. В некоторой степени творец его карьеры. Ковалев времени не терял. Я видел, успел он сфотографироваться с Эриком Робертсом, который присутствует в зале. Ну, Ковалев, конечно, ему интересно сфотографироваться со звездой Голливуда. Но думаю, что Эрик Робертс, как-то человек очень спортивный, не менее был доволен тем, что Ковалев предложил ему сделать такую фору. Да, он получал немало уже Монро в первом раунде. Посмотрим, сколько он продержится в сегодняшнем поединке. Для меня, честно говоря, единственная интрига в этом бою – сколько раундов выдержит американец. Если обратиться к статистике, Компюбакс перед боем в среднем Геннадий выбрасывает 38 силовых ударов за раунд. Из них в цель приходится 17. Монро выбрасывает 22,5 в среднем удара за раунд и точных только 8,5. То есть 17 против 8,5. Преимущество здесь у Геннадия неоспоримое. По джебам тоже 10 точных джебов в среднем у Головкина за раунд и 4 только лишь джеба у Монро. И при этом те попадания, которых в принципе у Геннадия в два раза больше, чем у соперника, еще силу этих попаданий... Они еще в три раза тяжелее. Ну, это так уже условно, да, в три раза, но значительно тяжелее. Все болельщики, все фанаты Геннадия Головкина, конечно, ждут его боев, поединков с боксерами. Ну, самого верхнего топа, что ли, среднего веса. Он победил уже многих, но... Удар слева тяжелый. Нет, нокдаун. Нет, нет, поймал в тот момент, когда Монро не видел удара. Он пытался провести свою атаку и ударом слева, как раз тем самым, которым Геннадий уже пристреливался в начале поединка, он и поймал Вилли Монро. Очень серьезный нокдаун. Посмотрим, сумеет ли восстановиться американец. Еще полраунда впереди. Потрясен, все еще потрясен, видно по движениям тела. Да, да, потрясен, потрясен. Сейчас будет... Бой останавливать надо, мне кажется. Ну что, Роман Гонсалес у нас за два раунда разобрался с соперником, и там было три нокдауна. Здесь у нас два нокдауна, и второй раунд также идет. И сейчас почти минута осталась во втором раунде. Хочешь ли продолжать, спрашивает рефери. Ну, левый апперкот неплохо наносит Монро. Ну, сейчас, да, по его телодвижениям видно, что все-таки это дело времени. Слева по корпусу. Пропускает удар по полуищу. Тяжелый удар справа. Подкосились ноги у Вилли Монро. Держится, держится. Молодец. Американец кубинского происхождения. Продолжатель традиций своего деда. Деда. Ну, непрямого. Брата. Деда. Слева опять Геннадий попадает. Ну что, продержится до конца раунда Вилли Монро? Гонг прозвучал, продержался. Так вот, очень многие болельщики ждут супер боев, супер соперников, вернее, Геннадия Головкина. Но пока таких боев организовать не получается. Собственно, там два-три имени всего, которые претендуют, да, вот на этот титул супероппонента. Но не вина Геннадия. Вот удар слева. Монро пытается выбросить свой удар слева, закрывает глаза и левым крюком Головкин его ловит. Вот сейчас еще раз другого ракурса. Посмотрите на глаза. На глаза смотрите Монро. Четкий удар. Левый боковой. Соперник упал. Белый. 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 Ну что, Вильям Монро сказали, держись подальше от канатов, но как это сделать, в общем, вопрос. Геннадий моментально отсекает его от пространства, ставит спиной к канатам. Не дает ни секунды отдохнуть. Финтит. Пытается раздергать Монро, вызвать на атаку и в этот момент поймать. Снова удар слева. По корпусу легкий удар, правда. Зажат в углу на Американец снова. 24 точных удара Геннадий Головкин нанес во втором раунде и лишь 9 Вильям Монро. У Головкина точность действия в втором раунде почти 50%. Не забудем про два нокдауна. Да, и, соответственно, счет 10-7. Но я думаю, что счет вообще не принципиален в этом бою. Я не вижу, как Вильям Монро сможет продержаться до финального гонга. Сможет только если Геннадий его отпустит и не будет он его так прессовать, как это было в предыдущем раунде. Ну, посмотрите, молодец. Монро, конечно, разница в классе видна, но, тем не менее, пытается. После такой трепки, которую ему задал Геннадий, пытается отвечать. Да, отвечает успешно. В первом раунде совсем не плотно смотрится. Знаете, Вильям Монро, если он вышел пытаться выиграть этот бой, то, скорее всего, он проиграет его досрочно. А если он вышел бы выжить, да, просто дотянуть до 12-го раунда, то у него все шансы были бы это сделать. Смотрите. Как ни парадоксально. Отвечает, попадает. Ну, Геннадий сейчас сбавил немножко обороты. Знаете, Геннадий, несмотря на свою безжалостность в ринге, он иногда дает сопернику поработать. Правда, обычно потом довольно быстро наказывает за все успехи. Некоторые пеняют Геннадию, что он иногда пренебрегает защитными действиями, иногда пропускает удары. Действительно, это бывает, но при этом он хорошо держит удар. Да, если бы он чувствовал, что эти удары несут для него опасность, он бы совершенно по-другому вел поединок. И он, кстати, недавно сказал, что я мог бы боксировать совершенно осторожно, но публике это не очень нравится. Поэтому я хочу подарить людям эмоции. И он дарит людям эмоции. Я думаю, что те три раунда, которые мы посмотрели, они были очень интересными и действительно эмоциональными. Уже не первый раз в разрез Вилли Монро ударом слева ловит в ответ на джеб Геннадия. Еще раз поймал Геннадия. Дважды. Ну что ж, молодец Вилли Монро. Да, в этом раунде он был просто молодцом. Но и Геннадий избавил. Сейчас послушаем, что в углу скажут обоим боксерам. Это второй раунд нам повторяют. Это второй нокдаун. Когда я думал, что он не встанет. Но поднялся, молодец. Здесь удары вскользь или вообще мимо, но Монро еще не восстановился от первого нокдауна. Ушел назад, терял равновесие, а к тому же. Эдди Мерфи, знаменитый актер. Серьезен, необычно серьезен. Ну что ж, по итогам трех раундов Головкин выбросил 159 ударов, точными 67 оказались. Монро 142 удара и точных 33. То есть Головкин в два раза больше точных ударов нанес, чем Вилли Монро. Ну, я думаю, что это и так видно. Но Монро, как ни странно, самый успешный раунд третий оказался. Как раз после той трепки, которую он получил в предыдущем раунде, Вилли сумел восстановиться. И несколько очень хороших атак провел в предыдущем раунде. По корпусу справа. Снизу, да. Геннадий стоит перед ним, дает опять же работать. Слева отвечает. Справа. Знаете, иногда Геннадий дает почувствовать соперникам такую, знаете, ложную уверенность в своих силах. Когда они вроде бы начинают попадать, появляются у них успехи в поединке. Но потом Геннадий включается и ставит все на свои места. Ну, соперники при этом начинают больше атаковать, больше рисковать, естественно. Ну, опять же, возвращаемся к тому, что Геннадий практикует довольно часто такой активный контр-панчинг. Контр-панчинг. Когда он идет на соперника, вызывает его на атаку, а потом контр-атакует. Ну, сейчас Монро наносит удары. Хорошо, комбинация. Два удара справа в корпус и два в голову. Здорово. Очень интересно, конечно, было бы послушать, что Санчес сказал. Потому что мы помним, что в поединке против Мартина Мюррея Абель говорил, практикуйся, не вкладывайся в удары. Ну, да, они хотели специальный длинный бой, они его сделали. Лишь в 11-м раунде тогда Головкин нокаутировал Мюррея. И все шло по плану, выработанное Абель Санчинсом и Геннадием. Что сейчас? Зрители увидели некоторую конкурентность в исполнении Монро. Это им нравится. И что удивительно, Монро не двигается, он стоит перед Головкиным и обменивается с ним ударами. Что, в принципе, вообще, ну, по сути, сродни самоубийствовать. При том, что Монро далеко не панчет. Да, у Головкина нокаутов больше, чем у Монро боев. Причем в полтора раза. Вы знаете, весьма конкурентный раунд. И, может быть, кстати говоря, и судьи, и Монро этот раунд отдадут. Ну, так послушаем, что Абель Санчинс говорит. Тяжело расслышать, что сказал Абель Санчинс. У меня нет такое впечатление, что он говорит ему не целься в голову, а целься чуть ниже, в район груди. Ну, я не уверен, потому что плохо слышно. И тогда удар придется в цель. Очень хороший удар. Даже чуть-чуть такой шаг назад Геннадий сделал и показал. Да, окей, давай, хорошо. Отошел Монро от тех потрясений. Когда казалось, что развязка вот-вот уже наступила. Но выдержал, молодец. Вы знаете, в предыдущем раунде оба боксера нанесли одинаковое количество точных ударов. 30. Сейчас великолепная была атака Геннадия. Левый снизу. Аперкот пришелся к целью. Он подогнул из ноги у Монро. Включился Геннадий. Включился. Монро, кстати, сейчас нужно было бы немножко изменить стратегию и подвигаться. Потому что Геннадий, да, я думаю, что в этом раунде он может уже вкладываться в свои удары. И Монро, вот так стоя перед ним, находится в очень опасной позиции. Развратили у него, еще ни одного клинча не было. Ну, в боях головки на... Казалось бы, Монро это мог бы делать, да. Но это не в его стиле. Это не в его стиле. У него совершенно другой стиль. Он чаще очень много двигается и не использует клинчи для того, чтобы нейтрализовать соперника. Геннадий взял паузу снова. Да, он показывает атакуй. Давай атакуй, как мы уже говорили, активный контр-панчер. Смотрите, идет. Встал перед Монро, дал тому выбросить короткую серию. Тот два раза попал. Да, я немного ошибся. 33 удара нанес Монро и 30 Головкин в предыдущем раунде. По корпусу тяжелого удара. На лице Монро видна вот эта измотанность ударами пропущенными от Головкина. Но пытается он отвечать. У него скорость чуть повыше, чем у Геннадия. И он пытается этим пользоваться. Головкин ставит канатом. Пока легко работает. Не вкладывается в удары Геннадий. Вообще забыл о защите, мне кажется. А то самое биг-драма-шоу, которое Геннадий обещал перед боем. Я думаю, что именно на это мы и смотрим. На биг-драма-шоу. То есть он сознательно делает такой довольно конкурентный бой. Потому что преимущество в двух раундах было просто сумасшедшее. Была развязка вот-вот должна была состояться. Наверное, решил подарить зрителям зрелище. Не знаю, правильно это или нет. Для болельщиков, я думаю, что безусловно правильно. Ну а для Геннадия, я думаю, что он сам так чувствует. Он сам, я думаю, видит свои возможности. И действует так, как он считает правильным. За это его и любят. Сейчас Вилли Монро говорит, что ты в бою, ты в игре. Да, он вернулся в бой. Мы посмотрели пять раундов. Из них последних три были, в общем-то, почти близкими. Продолжай работать, продолжай наносить удары. Потому что, если, мне показалось, что если он остановится, ты дашь ему остановиться, тогда он будет восстанавливаться от пропущенных ударов. Не очень хорошо слышно сегодня, что говорят в углу. Поэтому, если вы расслышали лучше и мы где-то ошиблись, извиняйте. Мощные удары, подкосились ноги у Монро. Геннадий попадает. Еще раз. Третий ракдаун этого поединка. Очень мощная была атака. Да, действительно, знаете, вот я соглашусь, что Геннадий делает то, что он хочет. Он бой делает то в свою пользу, то дает поиграть сопернику, дает тому шансы. То есть устраивает зрелище. Посмотрите, он не пришел в себя. Ты хочешь продолжать? И, по-моему, Монро сказал нет. И Джек Рис останавливает поединок. Ну что ж, в пятом раунде очередная победа Геннадия Головкина. И я соглашусь, что все это он делал сознательно, друзья. Вы видели, да? Давал поработать сопернику. Шел на него практически не защищаясь. Шел в какой-то такой размен. Причем не выбрасывал сильные удары. И сейчас сделал такой спурт. Включился и буквально переехал соперника. Да, второй раунд был очень... Был односторонним. И Геннадий просто в итоге в третьем, четвертом, пятом раунде отдал немножко сопернику пространство. И дал ему поработать. Смотрим. Замедленные повторы. Вот это перкот. Перкот. Второй. Второй. И удар туда в заднюю часть головы. Причем не видел Монро этого удара. Отчего сделал его еще хуже. Геннадий пропускает джеб, но доносит свой удар справа. Уже не удар был, а такой просто выставленная рука. Толчок больше, чем удар. Геннадий просто сам наткнулся на эту руку, но донес свой удар справа. Два удара слева. Еще один. И вот он удар. За ухо. За ухо. Очень тяжелый, неприятный удар. По лицу видно, как завелся Геннадий. Да, что он настроился уже, да. Все, закончится. Нокдаун. Монро встанет, но себя так и не придет. Вы знаете, были определенные критические замечания в адрес промоутеров Геннадия Головкина, что, мол, кто такой Вилли Монро, никому неизвестный соперник, неизвестный, во всяком случае, широкой публике. Но Геннадий выходит драться 3-4 раза в год. А когда ты так часто выходишь драться, тяжело найти именитых соперников на каждый бой. И при этом, вот этот поединок, который мы с вами посмотрели, я не думаю, что кто-то пожалел о том, что увидел этот бой, о том, что включил телевизор, может быть, рано или в какое бы время не включил. Я думаю, что прекрасная победа, прекрасный бой и очень зрелищное выступление Геннадия Головкина. Ну, собственно, опять-таки я обращаюсь к соперникам, да, которые выходят против него ринг. Ну, кто соглашается, кто не боится, тот выходит. Ну, он прошел ведь из всех английских средневесов. Он прошел до этого, ну, сама Пишиду, это понятно. Это уже было давно. А так и Маклин, и Мюррей, и Гилл, и Адама были повержены. Итак, 30-й нокаут в карьере Геннадия Головкина и 20-й подряд. Оцените, друзья, оцените магию этих цифр. Сейчас наверняка не горит желанием выходить против Головкина. Мигель Кото? Да. А я что сказал? Сота? Сота, да. Не горит Мигель Кото выходить пока особым желанием против Головкина. Хотя, правда, было объявлено, что этот бой должен по WBC состояться обязательно. Да, причем было объявлено, что после того, как Кото встретится с Гиллом, а теперь уже дают возможность Кото встретиться с Канело Альваресом. И только после этого победитель боя Канело Кото должен встретиться с Головкиным. То есть два боя дают Кото на то, чтобы провести обязательную защиту против Головкина. В общем, ну, есть такое затягивание. Я думаю, что Головкин, если он так, он заряжается обычно, да, на четыре боя в год, как правило. Вот два уже провел, осталось два. То тот бой с Кото не раньше, наверное, конца следующего года может остаться. Поздравляю, Геннадий. Что думаешь об этом поединке? Сперва хочу сказать своему дому спасибо Лос-Анджелесу, мучес грасиас, большое спасибо. По-испански говорит Геннадий. Вот это опять-таки говорит о том, да, как он относится к своим болезням. Я чувствую выступить перед вами, спасибо моей команде, спасибо моему сопернику. Это очень хорошее, хорошее драматичное шоу. В первых двух раундах он едва по тебе попадал, а ты попадал точно, ты потряс его, ты почти нокаутировал во втором раунде. А затем поединок продолжался, и он наносил тебе очень большие тяжелые удары. Сначала я показал ему, кто здесь номер один. Это же мой дом. А второй шаг. Я дал ему шанс. Я сказал ему, давай, давай сделаем биг драма шоу. Я контролировал бой. Это мой большой подарок. То есть ты говоришь. То есть ты намекал об этом в прошлом. Ты не хочешь завершать бой односторонними нокаутами. Ты хочешь давать своим соперникам вернуться в бой. Да, конечно. Я спокойно, уверенно себя чувствую. Это не пять минут. Это не пять минут. Это не пять минут. Я уважаю своих людей, и я хочу показать им шоу. Из-за того, что он смог выжить после второго раунда, за счет этого люди увидели отличное шоу. Спасибо большое, Вилли. Он очень хороший боксер. Серьезно. И с другой стороны, может быть, другие звезды увидят этот бой и подумают, что в Головкина не так сложно попасть. Может быть, я с ним встречусь. Макс, смотри. Я стою здесь. Я настоящий чемпион. Я преподнес вам подарок. И я хочу объединительные поединки. Большие-большие бои. Давайте, ребята, сделаем это и посмотрим, кто номер один. И я покажу вам. Это означает, что Мигель Котто? Ну, да. Я уважаю Мигеля Котто. Он отличный чемпион. Чемпион WBC. И после этого боя, я не знаю, кто выиграет. Но я буду ждать своего поединка. Может быть, твой большой бой не придет до тех пор, пока кто-то из серьезных соперников не выйдет против тебя. Я спрашивал Канелу Альвареса о боях с тобой. И он сказал, что может быть в будущем. И что ты думаешь о поединке с Канелом Альваресом в будущем? Макс, я же тебе сказал, я не в будущем. Я хочу большие бои прямо сейчас. Ребята, я готов драться прямо сейчас. И, наконец, есть еще одно имя, которое крупнее тебя. Андре Уорд имеется в виду. И которого рассматривают как одного из сильнейших боксеров Паунд-фу-паунд. А Андре Уорд, что ты думаешь о поединке с Андре Уордом? Я уважаю Андре. Он отличный спортсмен. Но, возможно, ему нужно сейчас начать заново. Я понимаю, какая у него складывается ситуация. Кто-то пропустил два с половиной года. А для меня сначала Канелу. Канелу или кто-то другой из больших имен. Спасибо, Геннадий. Здорово смотреть твои бои. И мы надеемся, что увидим тебя через три месяца. Кое-что еще. Спасибо моим фанатам. Спасибо форуму.